Метрополитен и метрострой За это время фактически построить новый тоннель протяженностью 120 метров на участке от станции Царицыно до станции Кантемировская. Так как оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях Автозаводская и Орехово, то на участке между ними не будет движения поездов. Необходимость этих работ вызвана техническими недоработками при строительстве данного участка в начале 1980-х годов и сложной геологии с обводненными грунтами. Тогда не было таких современных и надежных технологий гидроизоляции, которые используются сейчас. Работы планируется вести круглосуточно и открытым способом, так как глубина залегания участка небольшая, в среднем 12-13 метров. На других участках за Москворецкой линией движение будет осуществляться в обычном режиме. На закрытом участке организуют бесплатные компенсационные автобусы КАЭМ на все время перекрытия. А сориентироваться пассажирам помогут сотрудники Центра организации мобильности пассажиров. Жителям предлагают строить альтернативные маршруты через Люблинско-Дмитровскую, Серпуховско-Тимирязевскую линии, МЦК, Павелецкое направление железной дороги, МЦД-2, а также использовать наземный транспорт и новые станции Большой кольцевой линии после их запуска. Редактор субтитров А.Семкин На проблемном участке перегонного тоннеля московского метро от станции Царицыно до станции Кантемировская в конце 2013 года завершились работы по закреплению грунтов. 28 марта 2014 года было отменено ограничение скорости движения поездов. КОНЕЦ История злополучного участка началась на второй день после открытия. Строители спешили сдать участок к новому 1985 году, и 30 декабря 1984 года станции были открыты для пассажиров. Но уже 31 декабря на перегоне Царицыно-Орехово возникла просадка пути из-за вымывания грунта из-под тоннеля. Движение пришлось быстро закрыть, и уже второй раз участок был открыт 9 февраля 1985 года. Тогда за месяц авральных работ участок починили, и больше проблем он не доставлял. Беда пришла весной 2001 года совершенно в другом месте, а именно на перегоне Царицыно-Кантемировское, недалеко от первой станции. С осени 2000 года после обильных дождей потек тоннель на стыке открытого и закрытого способов строительства. 20 января 2001 года здесь же, под воздействием внешнего давления грунтов и воды, были деформированы чугунные тюбинги и железобетонные конструкции тоннеля, что привело к просадке пути. Скорость движения по перегону была ограничена. Начались работы по реконструкции участка. Метрополитен проводил работы по усилению тюбинговой отделки тоннеля, химическому закреплению внешних грунтов на участке 100 метров двухпутного перегона, а также химическому закреплению грунтов из самих тоннелей. Работы проводились в ночные окна, без прерыва движения поездов с пассажирами. В конце марта 2001 года на пути образовалась огромная лужа, и скорость поездов ограничили до 35 км в час. Путь продолжал проседать, и надо было что-то срочно предпринимать. Южный участок замоскворецкой линии 31 марта и 1 апреля закрыли в полночь. Все силы были брошены на ликвидацию той лужи и просадки пути. Стихию смогли усмирить, но ненадолго. Уже 8 апреля около 11 часов утра снова пошла вода с песком. Утром 10 апреля произошел новый выброс грунта в тоннель. Движение пришлось закрыть. Оборот был организован по Каховской и Автозаводской. Полноценно работал участок Орехово-Красногвардейское. На участке Каширское-Орехово по второму пути было организовано челночное движение, а по первому пути от Орехово до Каширское движение не было до 11 часов 5 минут утра. Песок рабочие выгребали с пути вручную, на носилках. После 11 часов 5 минут поезда пошли по участку со скоростью 15 км в час. Но так долго продолжаться не могло, и около 12.10 начальник метрополитена Гаев установил скорость в 25 км в час. В тот же день, 10 апреля 2001 года, аварийный участок снова закрыли, но ненадолго. С 15 часов 4 минут до 15 часов 26 минут. И только после всех этих неприятностей были приняты решительные меры по устранению неисправности пути и усиленные герметизации тоннеля. Отвод воды также был усилен. Работы по закреплению грунтов и обделки все продолжались. Со второй половины 2003 года велось водоподавление с использованием акриловых и полиуретановых материалов. Эти работы в плановом порядке проводились в ночь с 14 на 15 ноября 2003 года. В процессе их производства после бурения скважины из тоннеля в прилегающие грунты вновь произошел выброс плавуна. При его подавлении начался активный вынос песка через дефекты обделки на этом участке. В общей сложности 30-35 кубических метров песка, интенсивность водопоступления 30-50 кубических метров в час. На место инцидента были оперативно стянуты аварийно-восстановительные формирования и прибыло руководство метрополитена. К 5.30 утра основные источники поступления плавуна в тоннель были заглушены, и работа всей замоскворецкой линии началась в соответствии с графиком. Однако от воздействия нагрузок, возникающих при движении поездов на проблемный участок, произошло раскрытие новых точек поступления плавуна в тоннель, в связи с чем в 6 часов 40 минут после прохода 8 составов движение по данному участку было прекращено, а восстановительные работы продолжены. В 23.30 минут 15 ноября 2003 года в основном поступление песка в тоннель удалось ликвидировать, на участке провели обкатку поездами без пассажиров, после чего было принято решение об открытии пассажирского движения с утра 16 ноября. В связи с тем, что инцидент, произошедший в ночь с 14 на 15 ноября, показал низкую эффективность традиционных способов борьбы с плавунами, на данном отрезке замоскворецкой линии было принято решение об обеспечении принудительного ввода понижения в зоне проблемного участка, а также о срочном проектировании замены несущей обделки на металлоблоки. На поверхности была построена целая насосная станция, которая откачивала воду из тоннеля. Таким образом, спустя 14 лет нормальная работа перегонов была восстановлена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok